Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курок Тианапа, поселок Витязева, Южный проспект 3 Элт. Гостиница называется Gold Resort. И сейчас мы с вами посмотрим на номера, на ее расположение, прогуляемся к морю, расскажу, что находится рядышком. Ценник очень приятный. Доступ на территорию по электронному ключу и выход тоже. Так что, если вы отпустите сюда поиграть детей, они никуда не уйдут. По фасаду имеется детский комплекс, на котором ваши детки смогут поиграть. Также можно будет прийти и посидеть на лодочке в стене. Это фасад гостевого дома. Она всего лишь двухэтажная, это гостиница. Но у нее есть и свой бассейн, и зона приготовления пищи, и завтрак входит в проживание. Так что все довольно-таки клево. Здравствуйте! Добрый день! Добро пожаловать в отель Gold Resort. Я являюсь администратором. Будем рады вас видеть. Задний двор гостевого дома. Смотрим с вами. Здесь располагается зона приготовления пищи. Батут и бассейн. Территория тоже уютная, закрытая от всех. Ваши детки никуда не денутся. Я думаю, что это самое важное. Бассейнчик. Метр восемьдесят взрослый. Метр пятьдесят детская зона. Чисто, красиво, приятно. Также имеются лежачки для вашего отдыха, стульчики посидеть. И место, где можно перекусить. Также, как я и говорил, здесь в стоимость вашего проживания входит легкий снэк, завтрак, кофе, разные снэки. То есть перекусили и пошли гулять на море. Либо вы можете сами готовить. Есть холодильник, четырехомфорочная плита, раковина. Уютно, симпатично. Не забывайте, что номер телефона указан напрямую. Вы всегда можете приехать, отдыхать и наслаждаться. Всегда рассказывайте о том, на сколько дней вы едете. И вам с удовольствием сделают скидки. Это видите, здесь к нашим отдыхающим относятся в основном везде все очень хорошо. Вот ребята, приехали с собачкой. Постоянно спрашиваете, куда можно приехать с животными. Вот с такими небольшими животными сюда тоже можно. Друзья, смотрим. Двухместное размещение. Двухспальная кровать. Сюда, возможно, размещение дополнительного ребенка. Стоимость будет 2000 рублей. Оснащение номера. Есть телевизор, тумбочки, холодильник, вилки, чашки, тарелки. Место для хранения. Здесь у нас единственный номер, который без балкончика. То есть, панорамное окошко стоит. Так выглядит место для хранения вещей. И самое важное, наверное, санузел. Душевая. Приятное. Есть зеркальце, фен во всех номерах. То есть, ну, все очень чистенько, красиво. Если вы приедете один, меня также часто спрашивают по одноместному расселению. Вам, допустим, этот номер отдают с 10% скидкой. Так что уточняйте цены. Понятно, что высокий сезон будет, ценник чуть повыше. Но повышает он здесь только с июля. Также посмотрим двухместный номер. Он больше по площади. Есть балкончик. Также, возможно, доп. размещение для ребенка. Холодильник у нас находится здесь, на правильном месте. В столике. Телевизор. Сплит-система. Место для того, чтобы повесить ваши вещи. Тумбочки прикроватные. Есть брашка. И можно увидеть, как выглядит тоже место для хранения. В этом номере есть балкончик. Такие вот небольшие французские места для сушилки вещей. Выйти, посмотреть по сторонам, поздороваться с соседями. Все, как вы любите. Видите, у нас очень курортное место. Особенно здесь. Каждый сантиметр ценится по миллиону. Поэтому используется на все 100%. Санузел. Вы можете увидеть также. Он большой. Есть фен. Раковина. Туалет. И место для помывки. Генеральная уборка всех номеров проводится раз в 4 дня. Если вам надо, вам по требованию тоже ее проведут. И сделают замену того, что вам понадобится. Посмотрим трехместный номер. Здесь у нас двуспальная кровать. Односпальная. Также, возможно, для ребенка дополнительное место. То есть на четверых этот номер можно будет снять за 2400 рублей. Наполнение номера у нас есть. Холодильник. Пуфик. Телевизор. Также имеется место для хранения ваших вещей. Плит-система. Как выглядит санузел. Здесь вы можете увидеть, что полностью раковина. Зеркальце, фен, туалет, душевая зона. В номере также имеется балкон. Видишь, то же самое. Большой симпатичный балкончик. Если вы в предыдущий, либо в этот номер заезжаете втроем, то сейчас он будет стоить 2200. Здесь также возможно размещение до четверых. Один из них ребенок. И стоимость будет 2400. То есть ценник очень-очень приятный. Три раздельные кроватки. Если, допустим, едете с своими друзьями на отдых, я думаю, это будет актуалочка. Есть холодильник, телевизор, сплит-система. Место для хранения ваших вещей. Также имеется балкончик, на который можно выйти, подышать, посушить ваши вещи. То есть все актуально, все как есть. И, конечно же, имеется санузел. Он, в принципе, одинаковый со всеми. То есть все вот в таком формате. В каждом номере есть набор для еды. На площадь кухни есть и чайник, и термопод. На втором этаже у нас находится вот такой балкончик. Если надо, сюда могут поставить столик и выйти, посидеть, поотдыхать с видом на Южный проспект, по которому мы сейчас с вами отправимся до моря. С левой стороны находится детский пак и трансонов «Сказка». На Южном кольце у нас есть магнит. Магазинчики я покажу вам здесь сейчас по пути. Ребята показывают 830 метров пешочком до пляжа. Это Двагис. Отель подходит для отдыха спортсменов. Тихо, хорошо и рядышком находится Валлиград, в котором постоянно происходит соревнование. Размещаете сценник, хороший, и вам будет близко. Как я и говорил, выход и вход на территорию только по ключу. Мы попадаем на тротуарчик, пройти несколько метров, и будет пешеходный переход. Спокойно переходим и попадаем на один из лучших проходов к пляжу. Наверное, даже лучше в Витязево. Если где-то лучше, напишите, потому что здесь мы сейчас пойдем по Тенину. Сначала давайте о парковке. Рядышком с гостином домом на пятачке люди паркуются абсолютно бесплатно. Место можно практически всегда найти. Либо под охрану можно заезжать легковым машинам за 200 рублей за ссылки. Здесь и находятся разнообразные магазины, продуктовые, аптеки. Ну, все-все, что вам может понадобиться. Если пройти вот в эту сторону, можно выйти на дальние дикие пляжи. Либо здесь же сесть на маршруточку, которая идет на Тартуга, уехать туда дальше. Но наши интересуют именно как раз-таки доступные пляжи. Это Волк Витязь, он тоже очень ценится. Я раньше всегда приезжал только на этот пляж купаться. Вернемся к нашему гостиному дому. Пожалуйста, переход пешеходный, скамеечка. И поворачиваем вот в эту сторону. И попадаем на одну из самых красивых и тенистых аллей. Красота с лавочками, белочками, птичками, старикойскими. Все великолепно. До моря идти здесь в удовольствие. Мои подписчики, которые отдыхали в этих местах, напишут, что я действительно говорю правду. И это действительно крутое место для того, чтобы прогуливаться. Потому что устали, сели, посидели. Птички поют. Дышите сосновым воздухом. Просто красота и уют. Поговорить еще о прогнозах. Нам сегодня обещали дожди, похолодание. Ребят, ну вот я иду по тени, светит солнце. Пришлось одевать очки. И температура воздуха 27 градусов в тени. Вот похолодало-то, блин. Здесь с колясочками. Мама прогуливается вообще шикарно. Кстати, вот очень много спортсменов здесь двигается. Это то, о чем мы говорили. Что для спортсменов хорошее место для размещения. По Напу, кстати, можно уехать на 128 маршрутке. Ну а теперь, друзья, для тех, кто хочет сюда приехать, допустим, на этот пляж, без возможности тут проживания. 128-я, либо так туго из Вититева, приезжайте. Остановочка Лок Витис называется. Вам надо будет еще прогуляться метров, наверное, 300. По так же тенистой аллейке. Этим и прекрасно это место. Даже глядя на меня, я хожу с приличной скоростью. Поэтому я перестал замерять вам по времени, чтобы не было там, вот, ты быстро, медленно ходишь. Расстояние такое. За сколько пройдете, все ваше. Друзья, вот по фруктам, овощам. Здесь 100 рублей вишня, черешника, вот это. 250. Огурчики. 70. Помидорки. 170. Ягодки. По 400. Ну и по 400. В основном, да? И стаканчики по 200. Нет, маленькие 100, по 70. Нектаринки 250, 200 персики. Армянский сникер. 50 рублей. Вы можете к ребятам прийти. Они торгуют уже много-много лет и в основном своим. И, видите, всегда говорят, что и с ценниками, чтобы все было хорошо. База отдыха Слава, столовая здесь находится. Мы меня просили по пути показать другую. Я в нее сейчас зайду, мы посмотрим там цены. Если вы здесь ели, пишите, пожалуйста, и смотрите, какая тень. Ну, это шикарный проход. Кремлюсь в море. Ребята, лучший. Мороженка 85. Пивасик. Вот, пожалуйста, ценники. Хочется отметить, что можно идти там, что можно идти здесь. Машины нигде не ездят. По пути здесь встречается еще квасик. Где одинаковый. Испопить можно недорого. Торговые. Фрукты, овощи. Сколько где-то так у нас отдыхает. Это прям очень радует. Спасибо, что отправляете своих детей в лагеря к нам. У нас лучшее море для деток. Это еще швычок. Столу. Отойдем посмотрим. Это по чем. Мне вот эту столу и просили ребята показать. Я правильно не знаю, как они называются. Но по цене, конечно, вы можете увидеть. Беляшит. Цезарь салат. Допустим, ян 100. 50. Салат из 500 помидоров за 70. Плов. Котлет из 100. Рыба 100. Котлет из 500. Котлет из 600 на 75. Котлет из 100. Макарошки за 60. Котлет из 80. Котлет из 70. В общем, все видно. 100-тисячная пауза. Борщик за 70. Котлет из 100. Сумники, супчики. Тоже все есть. Красота. Прям очень просили. Подписчики говорят, что вкусно. И вот так вот все выглядит, ребята. То есть поедем. Место для того, чтобы покушать. Посидеть. И также есть здесь бар. Тоже, в принципе, все отлично. Надеюсь, вы увидите. Будете счастливы. Столовую показали. Все достойно. Видите, что там в некоторых местах тяжело цене прочитать. Все как везде. Если что-то вам нравится, не нравится, пишите обязательно в комментариях. Ну, а нам чуть-чуть остается. И мы уже на море. Это улица Скифская. И нам осталось чуть-чуть дойти. Здесь также есть стаканчик со фруктами. Фисташки продают. Косички плетут. В этом году здесь разровняли дюны. То есть вам даже не придется продышаться хорошо воздухом перед морем. И уложена вот такая вот деревянная дорожка. Для колясок тоже, в принципе, неплохо. Здесь, да, пляжная территория. Именно то расстояние, которое мы озвучивали. Сколько вы будете его идти, эти метры, зависит только от вас. Хотите бегом, хотите на велосипеде, хотите пешком. Поэтому сами рассчитывайте. Ну, а здесь мы уже на пляжике. Сегодня море волнуется. Красота. Вот они, ворота. Через пляж КВФВ идем. На пляж общий доступ. Здесь есть душевые. Перед выходом можно обдаться. Душ 25 рублей. Туалет 25 рублей. Бунгало 1500. Шинзон 250. Камера хранения 50. Молодцы. Все прямо на входе. Никому приставать не надо. Такие 250 рублей стоит аренда волейбольного поля. Поиграть. То есть, оно профессионально сделано. По всем, как говорится, стандартам. Допустим, в четвером по 60 рублей, как человек говорит. А если, допустим, в шествером станете играть, то и того дешевле. Здесь полей сейчас я вижу три. То есть, очень удобное, хорошее место. Пляж пользуется популярностью. Падся, то потихонечку на берегу. У нас, к большому сожалению, очень сильный шторм. И это опасно для жизни. Так что, берегите себя, своих близких. Но все покажу, как детки купают. Дорогие друзья, температура водички, не поверите, 24 градуса. Температура моря поднялась прям очень хорошо. Повторяю, вот когда есть волнение моря, вот здесь показательно, как дети отдыхают. Вот легли и прям классно купаются. Либо, ну, чуть-чуть с родителями. Не лезьте до второй недели, не лезьте на третий. Я вас умоляю. Берегите себя, пожалуйста, своих близких. Я сегодня даже, хотя, честно, для меня это не волны и не шторм. Потому что я занимаюсь спортом морским, да, и мне туда, наоборот, надо лезть именно только в такую погоду. Но и то, чтобы не показать, что это может быть для кого-то безопасным, не полезно. Поэтому и вам, ребята, советую, пожалуйста, берегите себя. Приезжайте к нам очень почаще. Отдыхайте. Вот лужа-заводь для детей вообще, любушатничек. Здесь детки вот тоже, вот смотрите, маму обливают прям. Вообще шикарно. Берегите себя. И номера напрямую отдыхайте. Всего вам самого лучшего. Отдыхайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok